райончик есть такой достаточно красивый здесь такие одинаковые домики ездить правда далеко у меня радость ребят это у нас первое помещение в котором можно показывать хозяй можно даже ссылку на них оставить можно даже спросить них как там с нами плохо ли хорошо ли вот они иван и света но сережа вы уже знать это у нас townhouse на 200 квадратных метров на три этажа вот мы значит здесь заходим здесь у нас будет прихожая вот здесь узнать что у нас будут так вот висеть всякие вешалки и вот здесь будет шкаф тут прям со входа будет у нас бабушкина комната такая небольшая комната но все тут все тут влезает вот у бабушки есть своя душевая получается а вот это вот небольшой такой лаз в нарунили все посмотреть то здесь вот в этом лозу ай башкой прилетел вот короче грабы в этом лозу а как здесь этот townhouse сделали пряморукие ребята конечно здесь не было предусмотрено место на первом этаже под какой-то котельную вот под лестницей у нас находится котельная ну вот залазить приходится вот по такому лозу дальше заходим мы в гостиную гостиной будет такая у нас островная кухня то есть большой такой остров вот здесь будут стоять шкафы высокие там будут стоять холодильники света она расскажи мне почему у нас здесь нет дивана если посмотреть сейчас на рендер тут диван то нету мы решили что мы будем рассасываться по всем комнатам и кайфовать в каждой своей зоне здесь такую полноценную гостиную и самое интересное что у нас у каждого будет свое классное кресло мне очень нравится что они реально прямо к тебе семья что они прям за столом все вместе кушают в общем как бы поняли да что когда у меня начинаете кошмарить вот просто я сейчас прям предвижу там кучу комментариев я диван в гостиной нет дивана ребята захотели без дивана все вот отстаньте от меня с этим вопросом точно ну чё ребят пойдем наверх третий этаж он как бы самый классный потому что это мансарда и это единственный этаж который мы не наделили на кучу комнатушек и детям то и конечно распилили а вот себе поставили open space мы хотим пусть в тесноте но не в обиде хотели каждый свою зону получили а вот мы хотели чтобы у нас ванна была прямо напротив кровати получили здесь у нас будет стоять кровать тут стоять будет отдельно стоящая ванна и прям вот рядом с кроватью ничего никакой шторкой она не будет закрываться вот там будет сауна во всю стену а вот это душевая причем душевая будет совсем без дверей вот вы просто зашли вам или здесь и дальше пошли то есть вся вся спальня она как бы разделена на две половины вот одна половина вот это здесь спать мыться а вот там она такая рабочая здесь будет такой стоит шкаф перегородка с разными ящиками будет как раз делить пространство на две части а вот здесь стоять будет стол для всяких мечта гигантский стол два с половиной метра в длину и к нему можно будет подойти со всех сторон вообще на самом деле получилось офигенно вот на мой взгляд получилось офигенно и в этом месте можно жить не знаю спать есть креативить работать столик универсальный получится можно и на матке и массаж на как сделать чистый гардероб открытый это всегда внизу ящички выдвижные сверху вешалочки если сверху еще вместо есть то там можно какие-то там вещи коробки что такое ставить но тоже не завалено и так будет максимально чистый вот этот лук гардероба открытого на самом деле когда просто кажется что 200 квадратных метров тоже много но проблема то в том что этот дом здесь нужно во первых котельная бойлерная здесь нужно место под лестницу под все эти лестничные проемы потому что сейчас под лестницей у нас стоит бойлерная тут под лестницей будут стоять холодильники как могли использовали но все равно вот место но не так много потому что детишек то у нас много две девочки один мальчик когда зашли на второй этаж это все детские да это зона девочек мы ее решили отдельно обособить потому что у них должно быть свое пространство не должна быть своя ванная комната не должна быть гардеробная вот у нас получился такой небольшой коридор между двумя этими детскими мы его переоборудовали гардеробчик общий здесь же у нас вход такой в небольшую душевую но в принципе для девочек маленьких это будет нормально а вот здесь вот у нас будут стоять две таких прям раковины мечты с розовой плиточкой ну все для девочек а девочки у нас очень разные одна у нас такая нежная-нежная комната принцесса будет здесь вот вот она вот такая вот комната принцессы а вторая девочкина комната она как бы такая более пацанская на самом деле вот весь дизайн детских это все конечно на свете было потому что ну все-таки она мама и она больше своих детей знает дальше она у нас такое все пацанское сюда и дальше и дальше все в пацана это у нас будет ванная комната для елисея что здесь у нас ванна стоит а вот здесь будет стоять раковина она такая самодельная будет все детские проектировались так что они будут как бы небольшие но игровая у них будет общее то есть вот это помещение это игровая до света а вот это у нас небольшая комната комната елисея она небольшая на самом деле очень кайфовая потому что светлая в этой комнате два окна и с потрясающим видом потому что вот у этого окна мы не встречаем домов прям видно лес а кровать здесь будет она такая в виде домика такая он маленький и чтобы он не упал матрас у этой кровати будет прямо на полу жизнь ну чё поехали дальше сергей геннадьевич расскажите это долго мы делали дизайн не правду правду я готова простить все просто надо понимать что вот что-то хорошее рождается очень долго и даже те рендеры вот которые мы делаем вот первая картинка в принципе может появиться только через месяц это вот такая цена этого дизайна если вот он нравится то надо придется уже да если не хочется прям ждать ну пожалуйста можно сделать какой-нибудь говно налепить да там ну а потом всю жизнь в этом жить надо жить там до долго и что там один месяц в ремонте нужно вот как правильно сказал света выдохнуть и просто двигаться к цели